Друзья мои, приветствую вас на своем канале. Я вас давно не радовала прогнозами на неделю. Решила сейчас сделать. Я думаю, что я как-нибудь сделаю и на январь-понедельно. Итак, прогноз на неделю с 16 по 22 декабря – Овны. Я хочу сказать, что для Овнов достаточно неплохое, благоприятное время для расширения кругозора, обучения, каких-то связей. Можно проводить какие-то встречи, даже заключать контракты. Вот скажу честно, это очень такое неплохое время. Единственное, что хочется предупредить, что вот такие интеллектуальные способности возрастут. И это позволит легко и быстро усваивать любую информацию, проводить беседы, как бы схватывать все на лету. Много таких вот полезных контактов будет с людьми. Возможно, даже какие-то командировки, интернет. Но смотрите, будьте осторожны, все-таки анализируйте, потому что информации будет к вам очень много. Что касается работы, то на работе все будет складываться тоже неплохо. Хотя реализация проектов каких-то может и замедлиться. Особенно тех проектов, которые, по идее, они должны дорабатываться. Будет задерживаться то, что сырое, как говорят в народе. Возрастет напряженность в личной жизни и вообще нервозность никуда не денется. Это ваш конек, поэтому овны любят переживать иногда даже по-пустому. Что касается отношений со своей второй половинкой, то будут некие такие напряженности. Будут, не исключаю я, ссоры. Но, тем не менее, все как-то уладится. Тем более, чего ругаться. Пора уже покупать подарки. Скоро Новый год. И, конечно же, вам придется достаточно много уделять внимания каким-то хозяйственным проблемам, делам. Может быть, где-то что-то купить, что-то прибить, что-то исправить, что-то подклеить. Ну, как говорится, Новый год. Это были овны. Удачи вам, овны. Телец. 16 по 22 декабря. Тельцы. Ну что, мои тельцы, даже так хочется как-то вздохнуть. Мне вас так жалко, вас так уже давно крутит вселенная. Ну, ничего страшного. Эта неделя будет неплохая. Конечно же, надо будет принимать какие-то серьезные и необходимые решения. Как всегда, без вас никуда. Возможны ситуации, где потребуется быстренько, оперативно все решать, быстро. И даже не будет времени как бы подумать, прикинуть, просчитать. Ну, вам ли к этому не привыкать, правда? Ну, все равно время такое благоприятное для каких-то взаимоотношений. Но я хочу предупредить об опасности каких-то катастроф. Особенно, если вы водитель, если вы водите машину, имеете собственный автотранспорт. Очень такая высока вероятность дорожных происшествий. И это не только у вас тельцы, поэтому у многих знаков зодиака. Сейчас, именно на этой неделе, не стоит развлекательные какие-то поездки, куда-то выезжать. Где-то, может быть, даже выпивать. Я бы даже не рекомендовала, даже в то время, когда вы свободны. То есть вам не надо на работу, вам не надо никуда. И почему бы в компании с друзьями не выпить? Очень жестко за вас взялась вселенная. Поэтому нужна, просто необходима проработка на духовность, на отношение к жизни, на отношение к социуму. Вы и так серьезны, но, тем не менее, эту неделю надо особое внимание обратить на свою сохранность. На сохранность своего имущества, на сохранность своей энергетики. Ну и, конечно же, на сохранность своей половинки, то есть отношений в браке или же в семье, где вы живете. Я бы советовала отнестись более настороженно к людям, которые будут встречаться у вас на пути. Потому что такое впечатление, что если и встретится человек, то обязательно такой с червоточинкой. Поэтому, ну, немножечко смотрите, не торопитесь заводить новые знакомства. Это пока не ваше время. Ну, простите меня, пожалуйста, тельцы. Как-то у всех получаются такие радужные прогнозы, а у меня что-то все, вот какой-то негатив. Но, тем не менее, дорогие мои тельцы, вы напишите, например, что у меня все фиолетовое. Я выиграл батарею, да у меня зарплата. И так далее. Чтобы я все-таки знала, что хоть где-то у кого-то что-то хорошо. Ну, по-любому, конечно же, хорошо, когда делаешь индивидуальный прогноз. А когда смотришь общую такую информацию по конкретному знаку, то, в общем-то, радоваться нечего. Удачи, мои дорогие тельцы. Близнецы. В период с 16 по 22 декабря близнецы могут расслабиться, вести себя более раскованно. Вообще не с противоположным полом. Почему нет? Это хорошее время. Появится некая сексуальность, желание нравиться, привлекательность усилится. Поэтому романтические отношения близнецам могут, ох, как, скажем, подфартит на этой неделе. Ну, дай бог. Ну, не исключены и ревностные какие-то проявления, как с вашей стороны, так и со стороны вашего партнера. В супружеских отношениях вот такое вот взаимопонимание, как говорится, гармония, лямур-тужур наступит лишь после такого выяснения, такого жесткого, конструктивного выяснения отношений, некого диалога. Особенно будут обсуждаться какие-то острые вопросы. И, конечно же, это надо делать в спокойной обстановке. Но, тем не менее, все будет хорошо. Хотя некоторые близнецы постараются и здесь каким-то образом обидеться. Это знак воздуха. Поэтому они, конечно же, постараются перевести стрелки на партнера. Наиболее проблемными вопросы будут обстоять или же поднимутся проблемы. Это на работе, профессиональная деятельность, карьера, деньги о себе дадут знать. Я хочу сказать только одно – спокойствие, просто спокойствие. Надо делать все своевременно, все вовремя, все спокойно, все детально. Не надо нарушать какой-то обстановки, надо есть, например, работа, дом, детский сад, учеба. Вот это все, вот это задание на неделю, которое вы должны выполнять четко и вовремя, от и до. Нарушение всего этого, конечно же, негативно отразится на отношениях с руководством, ну и, конечно же, на уровне доходов. Поэтому, мои хорошие, конечно же, захочется романтики, конечно же, захочется еще и дома всех построить, захочется прогулять, может быть, работу, учебу, еще что-то. Но имейте в виду, что вселенная блюдет, а начальник на работе не спит. Поэтому могут быть здесь, конечно же, проблемы. Ну, держитесь, мои хорошие близнецы, удачи! Раки. Мои дорогие раки, гороскоп с 16 по 22 декабря. Благоприятное такое время, укрепление, стабилизация супружеских отношений. Такое впечатление, что какое-то такое затишье будет немножко спокойнее. Психосоматика не будет давить в том уже объеме, в котором вот это было заметно последнее время. Взаимное какое-то влечение появится, симпатия. На первое место выйдут отношения с партнером. Я думаю, что как бы там ни было, но в интимной жизни тоже будет некий такой лямур-тужур. Все будет нравиться. В общем-то, раки, расслабляйтесь. Расслабляйтесь, влюбляйтесь, любите тех, кто рядом, и все будет у вас хорошо. Но только помните, что любовь не способна как бы решить какие-то проблемы, которые есть у вас вот там внутри, ваш внутренний мир. Потому что он там клокочет, он там чем-то недоволен, он что-то подозревает, он ревнует, он не понимает. А посему ему не нравится, и некие такие вот отрицательные какие-то флюиды будут выходить наружу. Хочется обратить внимание на то, чтобы вы каким-то образом уделили внимание своим детям, но чтобы это было все настолько мягко и настолько приемлемо, чтобы не получился некий такой скандал или же такой грозный родитель и желание, вернее, загнать вашего ребенка в какой-то угол. Не надо. Ребенок может, например, вообще не захочет с вами разговаривать вот так. То есть у него тоже есть свои психологические проблемы. А я скажу больше, что у наших детей, не только у детей раков, а вообще у детей очень много психологических проблем, очень много каких-то неурядиц. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к этому очень-очень спокойно. На откровенный разговор, я боюсь, вы их не выведите по той простой причине, что вы сами такой, знаете, раненый зверь, с которым бы не мешало бы поговорить, чтобы у вас была возможность выговориться. Поэтому надо проявить терпение, где-то такт, где-то уважение, где-то любовь, наверное, ласку показать. Но чтобы это не было фальшиво, если вы чувствуете, что это не идет от сердца, лучше как-то вот проживите эту неделю спокойно, в каких-то заботах о своих близких, о детях, о своем партнере. Ну и что касается учебы, конечно же, я бы не рекомендовала на этой неделе где-то, может быть, поступать на какие-то курсы. Может быть, стоит изучить, но какие-то решения принять, может быть, на следующей неделе, потому что вы можете на этой неделе столкнуться с какими-то вопросами, которые будут сложны для вас. Хотя они на самом деле, настолько все будет просто, но вы где-то чего-то не поймете, где-то что-то вам покажется не совсем честным, не совсем порядочным. А на самом деле просто-напросто понимание всего, что происходит вокруг, оно несколько будет заторможено. Удачи, мои раки! Будьте, пожалуйста, мудры и будьте, пожалуйста, здоровы! Львы! С 16 по 22 декабря, львы! Хороший, неплохой период наступает, особенно для карьеры, на работе, для такой деятельности в профессиональном плане. Все, за что вы будете браться, все будет выполняться быстро, легко. Вы перестанете относиться к работе как к такому непосильному какому-то бремени, каким-то обязанностям, которые вас немножко угнетали. Нет, все будет хорошо, вам захочется даже пойти на работу. Это достаточно такой нехороший, вернее, хороший, благоприятный период для уборки в доме, для наведения порядка. Можно елку даже уже поставить к концу недели, или как вам уже будет удобно. Но я хочу сказать, что вы даже почувствуете, у вас энергетика поменяется в доме, вы почувствуете прилив здоровья, некоторые симптомы уйдут и отступят сами по себе. Кстати, очень хорошее время, если вы будете проводить уборку, побрызгайте, побрызгайте святой водой, побрызгайте, я не знаю, там свечи какие-то, арома зажгите, может быть, церковную свечку, ну, что-то такое вот хорошее, позитивное, такой хороший, позитивный посыл, вот отправьте своему дому, и он вас обнимет в таком, знаете, экстазе добра и счастья. Можно пройти какое-то обследование, можно сходить в бассейн куда-то на какие-то прогулки, тренажерный зал, старайтесь соблюдать режим дня, но это не только на эту неделю, я бы вам рекомендовала вообще, но, тем не менее, это та неделя, когда вы можете всё успеть, вы можете всё сделать так, как должно быть. Финансовые обязательства или же проблемы могут поднять голову, но я думаю, что вы с этим справитесь, потому что это некий такой период возвращения каких-то долгов, как финансовых, так и не только, может быть, где-то кому-то что-то обещали, но не у всех получится отдать сразу, возможно, эти долги, самое главное, не влазить в новые, не брать каких-то кредитов и прочих каких-то долговых обязательств на себя. Старайтесь Новый год заканчивать таким образом, чтобы у вас не было даже устных каких-то обязательств. Вам это ни к чему. Дорогие львы, будьте, пожалуйста, здоровы и удачи! Девы, дорогие девы, 2019 год, прогноз с 16 по 22 декабря. Я хочу сказать, что эта неделя для вас сулит не совсем такой хороший, позитивный момент. Надо быть осторожнее, особенно новые какие-то отношения, новые знакомства, деловые, может быть, какие-то романтические связи могут появиться. Ну, немножко, скажем, присматривайтесь и думайте, не бросайтесь в омут с головой, потому что могут быть некие проблемы. Не следует доверять на работе. Вот даже, вы знаете, очень интересно, я вот сейчас вот начала вам давать информацию, и даже видите, да, что я как-то вот даже останавливаюсь и подбираю слова, чтобы уж совсем вас не расстроить, потому что даже со своими партнерами по работе, даже по браку, возможен какой-то обман, возможны какие-то недопонимания, какие-то могут быть ссоры, какие-то обиды, то есть что-то где-то, какая-то вот такая вот конфликтная нотка, она может витать в воздухе, и это не совсем хорошо, потому что вы можете потом затаить где-то какую-то обиду на недопонимание. Понимаете, обида на недопонимание. Это говорит о том, что, значит, не надо обижаться, надо просто это всё спустить, как бы, чтобы оно не оставалось в вашей жизни. Прежде чем что-то решать, какие-то планы строить, надо решить дома со своей половинкой, то есть чётко, конечно же, вы примете то решение, которое надо вам, но уважить свою вторую половинку надо. Точно так же, кстати, и на работе. Поэтому я не думаю, что это может быть сложно, хотя вы привыкли решение принимать самостоятельно, ни с кем не советуясь, вы уверены, что вы правы, но здесь немножко у вас вообще намечается такая проработка на групповую работу. Это может быть как в браке, так и на работе. Кстати, хорошая неделя для тех, кто, может быть, хотел сбросить пару-тройку килограмм. Это может быть какой-то разгрузочный день, может быть, где-то немножко урезать пайку, как говорят, да? Побольше водички, поменьше стрессов, больше такого позитива. Я бы не рекомендовала такую строгую диету. Возьмите лучше за правило, например, последний ужин в 17 часов и до часов 11-12. Водичку можно, чайку можно, кофе выпить можно, если надо, только без сахара. И вот уже как можно побольше, чтобы у вас был интервал где-то часов 16. Если вы хотя бы дня 3-4 вот таким вот образом себя поблюдете, то я думаю, вы сами себе понравитесь. Так, друзья мои, очень многие врачи худеют. Это самый-самый здоровый такой режим дня, когда мы последний у нас, еще раз повторю, ужин в 17 часов, ну, а дальше на следующий день завтрак около 11, а если еще позже, так и еще лучше. Единственное, что вы должны свои полтора-два литра воды выпивать. Это для вас, девы. Следует позаботиться, вот для вас идет уже некое такое указание потратить деньги, то есть пойти купить какие-то подарки. Но я не думаю, что всем надо бежать за подарками, потому что каждый выбирает свой какой-то режим дня и прочие какие-то магазины, потому что работа и все остальное. Вот здесь с подарками вы решаете сами. Но, тем не менее, подарок должен быть куплен заранее своему партнеру по браку. Обязательно вы не должны его оставить, потому что вот вселенная говорит о том, что этот брак тогда будет более таким крепким, более гармоничным, тем более, что есть уже как бы за что и поблагодарить, что ли. Вот такое вот маленькое извинение может быть, но это тоже неплохо. Так что, в общем-то, я думаю, все хорошо. Удачи, мои хорошие. Весы с 16 по 22 декабря. Конечно же, надо заняться семьей. Вот просто, вот семья для весов на этой неделе с 16 по 22 декабря это самое-самое важное. Ну, работа, конечно же, работу никто не отменял. Надо заняться комфортным, надо заняться уборкой, надо вычистить, вымести, вымыть, побрызгать, я не знаю, со свечами пройти, со святой водичкой, благовония, все кругом пройти, ко всему прикоснуться, все вытереть, протереть и подготовить этот дом ваш как бы к новому уже году. Ну, вот, к сожалению, тут у вас идет прямое такое указание. Что еще хочется вас как бы может быть предупредить, так это вот именно вкладывать финансовые какие-то потоки не стоит, потому что могут быть, может быть перерасход бюджета и, ну, следовало бы воздержаться. Я немножко как бы, да, вот вроде как бы так тяжело мне давать вам информацию, потому что я стараюсь подбирать вам какие-то такие приемлемые слова, что ли, чтобы не было уж совсем жестко. Но неделя неплохая, все будет хорошо, главное, никуда не спешить, поступки должны быть обдуманы. Если вы куда-то едете, все должно быть осторожным, аккуратным. Если вы садитесь за руль, значит, вы трезвы, вы здоровы, вы бодры и вы смотрите по сторонам. Если у вас все хорошо, это не значит, что где-то кто-то рядом едет с таким же хорошим позитивом, как вы. Поэтому есть, конечно, вероятность каких-то автокатастроф, может быть, каких-то таких неприятностей на дороге, но они... Я думаю, что все решится, все будет хорошо. Что касаемо учебы, можно рассматривать, можно куда-то записываться. Если вы студент, можно писать какие-то курсовые, сдавать зачеты. Это очень хорошее время. И, конечно же, это хорошее время для новых знакомств и встреч. Ну, а встречи, конечно же, с друзьями, с какими-то, может быть, новыми девушками, мальчиками, с какими-то половинками. Или же, давайте так, если у вас появился на примете партнер, который может составить вам или же разделить вашу личную жизнь, то это очень хорошее время. Удачи, дорогие весы. Пожалуйста, будьте здоровы, умны, бодры и веселы. Скорпиончики, мои хорошие, с 16 по 22 декабря. Вы знаете, сложно. Сложно. Я бы вообще рекомендовала скорпионам быть очень внимательными, более рассудительными. Если вы водитель, если вы пешеход, то и там, и там вас могут подстерегать какие-то такие не совсем хорошие ситуации. Поэтому, пожалуйста, будьте максимально внимательны. Несколько раз посмотрите через дорогу, прежде чем ее перейти. Ну, вы понимаете, мы иногда вроде и смотрим, а иногда многого не замечаем. Но могут быть такие ситуации, когда вы будете себя плохо чувствовать, а надо что-то делать, какие-то выполнять обязательства. Я думаю, что вы сами знаете, какие у вас есть проблемы со здоровьем, насколько вы себя ощущаете, когда у вас низкое давление или у вас высокое давление. Я думаю, что на этот период и вообще на будущее у вас должны быть какие-то с собой, я не знаю, может быть, валерьяночка, может быть, кому-то надо и просто чашечку кофе выпить, чтобы поднять настроение, или крепкого чая, или сладкого чая с лимончиком, что-то, чем-то себя порадовать. Не зацикливайтесь на каких-то дурацких этих идеях, что если я выпью чай с кусочком шоколада или конфеты, то я поправлюсь. Вот если вы будете об этом думать, дорогие мои, ваш мозг, ваш мыслительный процесс обязательно отложит все то, что вы скушаете. Не надо. Коль вы уже вам надо, значит, вы кушаете и об этом не думаете. Самое главное, ваш мыслительный процесс должен работать на позитив, потому что вот эта неделя, именно эта неделя для вас, ну, там дальше тоже это очень хорошо использовать, вы будете чувствовать и иметь все то или так, как вы хотите, как вы думаете. То есть достаточно сильно будет программироваться ваше будущее благодаря вашему мыслительному процессу. То есть вы хозяйка или хозяин своей судьбы. А вашу судьбу будут, конечно же, пытаться нарушить вот такие, ну, конечно, не дай бог, какие-то случайные ситуации, это может быть дорога, может быть где-то троллейбус, может еще что-то. Не догоняйте троллейбус, не догоняйте автобус и не догоняйте ни мужчину, ни женщину. Это что может быть? Придет другой. Ну, вот на такой позитивной ноте я, пожалуй, наверное, закончу. Тем более, что касается интернет, какого-то общения и всего остального, то там вполне могут быть такие серьезные отношения и может быть даже такой, знаете, нелюбовный, но романтический роман. Так что, скорпионы, у вас все хорошо. Единственное, что, что я прошу вас быть как можно аккуратнее и спокойнее. удачи. Стрельцы, мои дорогие стрельцы, надо заняться семьей, мои хорошие. Ой-ой-ой-ой. Надо семье уделить внимание. Надо не просто уделить внимание, знаете, как, строгим взглядом и мягким бархатным голосом, а надо, скажем так, показать своим внешним, внутренним таким состоянием, что вы любите свою семью, что она вам дорога, особенно детям уделите внимание, своей половинке, потому что могут испортиться отношения в семье, это может быть супруга или супруг, это могут быть дети, это, в конце концов, та же теща или свекровь. То есть, это могут быть некие такие, но так, к сожалению, становятся звезды по отношению к вам. Семейный круг и вот обсуждение каких-то вопросов это деньги, это может быть какое-то имущество, это могут быть какие-то затрагиваться вопросы общего пользования какими-то делами, каким-то имуществом решения каких-то совместных дел, то есть в семье я имею в виду по роду может быть что-то где-то оно вот уже давно назревало и оно может начинать как бы самореализовываться именно на этой неделе. Но я хочу сказать, что когда вот такие большие глобальные вопросы рисуются, например, я говорю у стрельца, то у некоторых они уже начали проигрываться, у некоторых они начнут на следующей неделе проигрываться, ну и пойдет еще третья волна, они вот таким вот образом потихонечку, потихонечку до конца декабря могут подняться, как бы, знаете, проснулись. Ну, я думаю, что в данной ситуации вы уже вооружены, вы знаете прекрасно, как на это реагировать. Надо отнестись ко всему с пониманием, с таким добродушием, потому что это тот период, когда нахрапом, криком или силой не возьмешь. ну, я бы вообще в этот период даже не затрагивала вот эти вопросы, потому что кроме испорченного настроения, а то и Нового года, ничего хорошего из этого не будет. Вообще, по большому счету, стрельцам очень рекомендовано навести какие-то мосты, какие-то наладить отношения, потому что очень много людей, с которыми у вас не совсем такие хорошие отношения, а эти люди как бы они вам и нужны. Но вы-то считаете, что это те люди как бы виновны, я скажу, нет, дорогие мои, это ваша некая резкость, это ваша некая необдуманность, это ваша прямолинейность, вот эта нетерпимость, она вот несколько так подпортила отношения со многими людьми. Личные инициативы, пожалуйста, направленные особенно на поиск, может быть, каких-то какой-то подработки, это может быть, потому что вселенная может некоторым помочь, кстати, можете даже работу поискать, а если вообще очень сильно нуждаетесь в работе, то вот эта неделя, которая придет 16 по 22 декабря, вот вышли из дома и пошли по всем конторам, вот поставили себе 10-15 контор и четко приходите, меня зовут так-то, так-то, мне нужна работа, но, конечно, если вы хотите быть президентом, премьер-министром или еще кем-то, ну, вы же знаете, что эти вакансии заняты, но если вам предложат какую-то работу и вы поймете, что она вам не подходит по статусу и уйдете, то вы можете остаться без работы и в следующем году, потому что год и вообще вот это время, это то время, когда вселенная каким-то образом нас испытывает, а вообще ты работать хочешь, ты вообще зарабатывать думаешь, так вот, если что, берите, соглашайтесь, как на временное, а дальше вы увидите, как оно начнет самореализовываться, как вы начнете дальше расти, идти по карьерной лестнице, но единственное, что это будет не быстро, не в течение недели, месяца или двух, в течение полугода точно, поэтому я вам вот так скажу коротко, не планируйте так вот уж больно надалеко, живите сегодняшним днем, и если сегодня нужна работа, то значит надо сегодня искать работу и соглашаться на то, что есть, если сегодня испорченные отношения, значит их надо что налаживать, удачи, стрельцы мои, будьте, пожалуйста, здоровы, и все у вас будет хорошо. Козерожки, с 16 по 22 декабря у козерогов будет одна проблема, ну дай бог, чтобы это была одна проблема, это проблема партнерства, вот именно в деловом партнерстве я бы рекомендовала даже воздержаться от ведения каких-то переговоров, подписания каких-то важных документов, потому что велика вероятность совершить ошибку, что касается рабочих каких-то моментов, оговаривайте без какого-то сарказма, без какой-то агрессии, так как делают все деловые воспитанные люди, есть объем работы, значит четко, без повышения голоса, оговариваете стоимость, условия оплаты, ну понимаете, чему я вас учу, то есть вы должны все это предусмотреть, потому что вот в этом направлении вы умеете все как бы оговаривать, но несколько бывают агрессивные, ну к сожалению, так кажется вашим партнерам, что касается романтики, каких-то любовных отношений, не надо, не надо ничего выяснять, надо, знаете, как спустить на тормозах, или же сделать какой-то такой жест доброй воли, может быть, ну купите цветочек, купите шоколадку, может быть, просто обнимите, ну у вас это, конечно, сложновато, но попытайтесь, кстати, это очень важно для вас, особенно на будущее, вот этого вам как раз и не хватает, что касается разговоров, каких-то выяснений, то если это будет все происходить на таком позитиве, то, конечно же, будет и ясность, и будет некое такое понимание, и это не приведет к отдалению, потому что по-любому выяснять отношения надо, проблема в том, что не только у вас, а вообще мы на постсоветском пространстве, мы не умеем разговаривать, у нас или же на повышенных тонах, или же никак, что касается каких-то любых каких-то ситуаций, ну я вам же сказала, что старайтесь бездействовать тихо, тактично, уважительно, дипломатия у вас должна быть, пусть она будет где-то там, глубоко зарыта, но она должна присутствовать, ну все у вас в общем-то хорошо, можете менять имидж, можете купить какие-то новые одежды, хотите к новому году, хотите просто обновить свой гардероб, прически, я не знаю, там, ботинки, все, что вам надо, если позволяют средства, то это хорошее время, удачи. Водолеи, с 16 по 22 декабря водолеи, состояние здоровья, водолеи, здоровье, 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 именно вот инфекционные заболевания, кто постарше, это сердечные заболевания, это сосудистая система, это костно-мышечная система, поэтому это, конечно же, самое главное, и, конечно же, это питание, вы совершенно не следите за питанием, у вас, вот знаете, как все на ходу, и главное, что побольше, если у вас есть проблемы с лишним весом, то, конечно же, здесь надо быть аккуратнее, на этой неделе вы можете набрать вес, поэтому я бы рекомендовала не диету, а, может быть, такое интервальное такое голодание, например, ужин в 17-16 часов вечера, можно в 18, можно в 19, как вам удобно, то есть, а завтрак уже перенести на более позднее время, это может быть и 11, и 12, и больше времени, в этот период вы можете пить водичку, можете пить кофе, чай без сахара, это желательно выдерживать 16-часовой вот этот вот промежуток, во-первых, вы поправите свое здоровье, во-вторых, вы не поправитесь, это очень хороший для вас будет такой вот оздоровительный такой вот промежуток для вашего организма, и я думаю, что он вам скажет спасибо. И что еще, вот, кстати, никого из 12 знаков зодиака ни у кого нет, а водолея, вселенная предупреждает об исключении алкогольных напитков, напитков, особенно пиво, какие-то еще другие вот все, что стимулирует пищу, потому что именно это и даст набор лишних килограммов, неправильный режим дня, то есть это все будет, конечно же, сказываться, но тем не менее это хорошая неделя для общения с друзьями, для отдыха в одиночестве, полежать на диване, почему нет, посмотреть телевизор, почитать книжку, прислушивайтесь своему организму, он будет сигнализировать к своим желаниям, если вы почувствуете, что вы устали, что у вас некая нервозность, некая такая, знаете, бывает апатия, никого не хочется видеть, то надо уединиться, или же наоборот встретиться с друзьями, может быть, высказать что-то где-то, поделиться, выбросить вот этот негативчик, ну, что делать, пусть ваши друзья поработают психоаналитиками, но я хочу сказать, что единственное, что я не рекомендую, это веселиться, где-то сидеть в компании, которая вам неприятна, где вам не нравится, ну, а употреблять спиртные напитки, да еще и через силу, или же веселиться через силу, это вам противопоказано, поэтому, водолеи, отдыхайте, набирайте сил, готовьтесь к Новому году, удачи. Рыбы, рыбы, прогноз 16 по 22 декабря, ну, у рыб остро могут встать вопросы брака, каких-то романтических отношений, я думаю, что люди начнут, могут, некоторые рыбки могут начать выяснять отношения, как говорится, испытывать своего близкого человека так, как они умеют, обидой, слезами, это надо уже прекращать, потому что именно эти события, которые могут происходить вот так вот внутри семьи или внутри каких-то, какого-то партнерства, романтического, давайте мы рассматриваем семейные какие-то близкие отношения, ну, это несколько может подпортить вашу репутацию, ваш партнер может не понять вот такого порыва, поэтому надо немножко себя сдерживать, что ещё хочется сказать, вообще вот это вся, всё вот это выяснение отношений, некая такая вот муть, которая будет происходить в этих отношениях, ну, это, в общем-то, очень далеко от правды, на самом деле, знаете, как, эти сто процентов надо делить на 90 по большому счёту, поэтому я думаю, что постарайтесь избежать вот этого выяснения отношений, и вы не только не испортите отношения со своим партнёром, а ещё и по здоровью будет у вас порядок, поэтому не принимайте никаких важных решений, касающихся вашей личной жизни, потому что всё, что вы надумаете, ваши решения, ваша точка зрения, она будет, конечно же, неправильной, то есть необъективной, и вы можете, ну, как, вот сама себе придумала, или сам себе надумал, обиделся, да, и ушёл, или же лёг спать, нельзя такого, прислушивайтесь к каким-то советам друзей, кстати, очень сложно вам прислушиваться к советам друзей, потому что вы сам с усам, да, что ещё, хорошо бы вот эту неделю обратить пристальное и серьёзное внимание этой карьере, это своим должностным обязательством, потому что год заканчивается, и у рыб почему-то вот прослеживается именно, может быть, контрактная какая-то система, может быть, ещё какие-то вопросы могут встать, поэтому здесь вам надо как можно серьёзно, как можно скрупулёзнее, чуть ли не две-три лопаты взять в руки и поработать, это, очень такое подходящее время, потому что вас могут заметить. Дорогие мои, это был прогноз с 16 декабря по 22 декабря, будьте, пожалуйста, здоровы, с вами была я, Зоя Климюк, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok